Приветствую всех из студии Укрлайф ТВ. Шесть раз давал Янукович, президент Украины. Беглый, бывший президент, уже осуждён третий раз после того, как он сбежал. И только второй раз у нас в гостях Андрей Пальчевский. Наверное, начнём с того, что такое совпадение. Шесть к двум. Андрей Иванович, как вам сегодняшнее явление беглого Януковича народу? Ну, понятно, московскому народу. Хотя был один журналист, мне кажется, ради него всё затеяли и показали даже по 112 всё это, где я обычно на вас смотрю. И он задал вопрос каверзный. А вот как вы себя чувствуете, Виктор, как там по отчеству? Фёдорович. Фёдорович, точно. И как вообще вы себе представляете, что совпадают уж больно с мнением Путина все ваши тезисы и наконец что-то такое ещё каверзное. И на него накричали. Вообще два пункта. Первый – это всё-таки 112, куда вы выходите охотно. И тут как бы Янукович. Будет ли какой-то резонанс медийный и такой общественный? А второе – вот его какие-то мысли, если можно сказать. Ну, во-первых, о Януковиче. Я сказал уже, ещё раз повторю, что я голос Януковича в исполнении Януковича с присутствующими нотками, да. Я, там, с его характерным, с шипящим, да, давно не слышал. Вот что можно сказать? Ну, во-первых, во-первых, самое интересное – давайте так. На передаче, на которой я был на прошлой неделе, поднимался вопрос. Если бы Янукович участвовал в выборах, сколько людей за него проголосовали бы? Вы знаете, сколько? Я понимаю, что это была не репрезентативная часть публики – 78%, но даже если 28, 18 – это поражает, потому что человек, который был обвинён в расстреле, в узурпации и так далее и тому подобное, пользуется такой любовью. Почему? Потому что среди горбатых поровней. А что, если мы поставим вопрос, кого бы вы выбрали сегодня – Януковича или Порошенко? Ох, как вопрос. Вот этот вопрос не в бровь, а в глаз. Вы понимаете? И Порошенко медленно переезжает в Ростов. Нас могут объявить в том, что мы недостаточно обизнани, но на самом деле разговоров о том, что то, что творится сейчас, было еще хуже, чем при нем полно. Я не хочу выступать в роли адвитра, тем более адвоката, да. Тем более, вы знаете, я вам честно скажу, я один раз испытал реально большой страх, вот тогда, когда я был на Майдане, когда мне надо было забирать девушку раненую, я был вот в этой форме, она была с крестом. И я шел, и вот как у Семена Гудзенко, нашего с вами соотечественника, поэта, было стихотворение, да, а значит, смерть проходит мимо. Да, и это, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв и лейтенант хрипит, а значит, смерть проходит мимо. Я думал, ну сейчас точно влепят в мою маковку, лысину какие-то пацаны, мне было страшно. Вот девушка осталась жива, уехала во Францию. Во Франции, да, я пережил, к сожалению, те, кто попался реально, под обстрел попал, Янукович это приписывает каким-то силам там и так далее и тому подобное, их уже не вернешь. Вот, а вот кто посодействовал тому, чтобы ситуация дошла до этого, это был сам Виктор Федорович, который вместо того, чтобы отправить в отставку этих ментов, наказать, отправить в отставку Азарова, кстати, об Азарове надо четко разделять, Януковича и Азарова. У Порошенко нет такого человека, как Азаров, который мог бы выступать, знаете, таким завхозом по стране. А Николай Янович при всех смешках, при кровосисях, при бимбах и всем прочем, да, держал экономику в достаточно приличном состоянии по сравнению с тем, что произошло потом. И вот, чтобы не говорили, он еще когда-то сказал, говорит, вы меня еще будете вспоминать злым словом, вот накликал. Но Николая Яновича Виктор Федорович особо не слушал. Как вы понимаете, вот для меня самое главное, что не сказал Янукович, какие фамилии он не сказал, Андрей. Он употребил фамилию Порошенко несколько раз, он вспомнил о Медведе. Он замечательно сказал трижды, что это не мой кумир, а известно, что он ему даже какой-то там зуботычину однажды дал такие злые языки, и не только злые рассказывали. Но при этом он так поддерживал мысли, что надо бы, надо бы, чтобы закон визу был. А я начал бы слово, Андрей Иванович, я не могу просто смолчать, потому что есть такая легенда, она, к сожалению, уже оккупирована, как и много России, и захвачена нас вместе с таким санаторием Гурзуфской на территории Гурзуфа, где был Пушкин, там же посадил жены им Кипарис, якобы, ну там, понятная семья замечательная, где он улюблен, писал стихи, такие крымские тогда еще. И вот под этим Кипарисом хотел отдохнуть Янукович, да? Тогда стало известно, что все-таки это все Яныч, он там даже проводил какие-то дороги в Гурзуфе, ну там распродавалась территория, спросили дома, сейчас там просто вообще разгромили пол Артека, все, что было замечательно, монументально, там расписано, столовая, все это уничтожено, подвидено какого-то российского евроремонта, но у него там речь. Речь в том, что была такая информация, что так, надо здесь убирать музей Пушкина, а куда же деть Кипарис, он же мешает, огромный Кипарис, пересадить была идея. Ну, российский евроремонт, это не круто, круто это русский, это условно говоря, европейский русский ремонт, это будет все вот так. Работали, кстати, на этом ремонте люди из Краснодарского края, как-то они заезжали еще, не знаю. Бывают. Все это, кому было. Они нас красно одарили. Так в чем же вопрос? Нет, вопрос, я к тому, что вот не так они были хороши, как, конечно, Янукович себе представлял сейчас, вот родители за народ, он такой вот, что при мне это все... Нет, это все, конечно, это все отвратительно, потому что через пять лет, вы понимаете, ну, я же еще раз говорю, принцип среди горбатых поровней, он применим к любому из наших президентов, да, как мы уже с вами говорили здесь, вот этот какистократическое, то есть чем хуже, тем лучше, да, оно в противовес аристократической, да, то есть власть лучших, да, Архас власть, Аристос лучший, а здесь какос, в прямом смысле этого слова, причем какос такой по колено, все мы сели в этот какос. Он же так говорит, что... Янукович говорил в два раза медленнее, но достаточно убедительно по-украински, да, ну, естественно, у него было ухо, Ларчик просто открывался. Что касается сегодняшнего, то текст был написан, понимаете, Янукович же, он, как говорят американцы, да, crazy, but not stupid, то есть сумасшедший, сумасшедший, но не дурак, вот, и сегодня он говорил, отнюдь не хуже, например, чем Порошенко или Ющенко и так далее, делая с точки зрения, ну, нас с вами, обремененных высшим образованием, для него, у которого уже три судимости, понимаете, он трижды уже, так сказать, это можно сказать, Георгий, Георгий пенитенциарной системы ему должен быть выдан, вместе с лентой колоравской, да, так вот... Полный Георгий, да? Да, да, полный, полный кавалер. Ну, слушай, вот он, когда говорит, что я в политике, там, не новичок, я был премьером, я был, там, пятый год, революции не должны вообще быть в стране, откуда такие у нас вот вожди? Я хотел сказать, я хотел сказать, я хотел сказать, народ достоин всех вождей, да, которых он избирает, это понятно. Так вот, я хотел сказать, что мимо строк, помимо вот анализа текста, который звучал, знаете, такого балбывалого, только надо напомнить ему, что он сам все это натворил, сам стал обогащаться и сам забыл, что нельзя приближать к себе опасных людей. Речь не шла об Ахметове, хозяином страны, как был в те времена Ренат Ахметов, так и остался Ренат Ахметов, который, и поэтому даже сейчас в Ростове, скрываясь от своих пашей, я имею в виду Лермонтовскую фразу, переиначивая, да, вот, и их всеслышащих ушей, он, тем не менее, боится, что до всеслышащих ушей Рената Ахметова может дойти даже мало, критика. Вы понимаете, никуда бы Янукович не подевался, если бы его соратники на тот момент, в первую очередь Ахметов, который имел на него, во вторую очередь, там, Левочкин и же с ним, если бы его Камарилья, да, посоветовал ему, что делать. А всего-то навсего надо было на тот момент для сохранения власти. Не было ведь никаких, и это я говорю для сегодняшнего дня, не было никаких объективных предпосылок для революции. Верхи могли управлять по-старому, низы, как выясняется, могли жить по-старому. У нас еще был запас, в результате мы его растеряли, сейчас при Порошенко стали жить в три раза хуже. И то можем, потому что много людей, которые ратуют, понимаете, стокгольмским синдромом, изнасилование властью, поражена наша нация уже 27 лет. Вот. Чем больше насилуют, тем больше любят. Знаете, как бьет, значит любит, как говорят в русском языке. И это абсолютный психологический момент, который я очень хотел бы с вами обсудить. Почему? Так диктатура или диктатура никчемной демократии, я бы назвал бы. Вы понимаете, все упирается в платоновско-сократовские тезисы. Я, кстати, об этом бы хотел сказать. Олигархия, аристократия, демократия. Мы помним, что демократия в том виде, в котором она нам досталась. Вот с точки зрения, знаете, кого я очень люблю? Я двух австрийцев хотел бы сегодня процитировать. Нас же смотрит просвещенная публика. Если кто-то забыл. Да, это Карла Попера, философа и социолога большого, который написал «Открытое общество» и его «Враги» книжку. Я уже давно ее читал, но кое-что помню. И второе, это Курта Гёделя, которого ни вы, ни я, ни большинство, кто нас смотрит, не могут прочитать, потому что он был... Теорема Гёделя. Да, теорема, да, неполности. Какие-то петли, обратные петли, реверсивные петли Гёделя. Да, это не... Назовем ее теоремой неполности. Неполноты. Да, неполноты, да, извините. Неполноты Гёделя. Я не буду умничать, да, о Гёделе я только знаю, что когда... Вы должны помнить, что была такая... Казус был такой, да, что когда Эйнштейн, а они бежали из Австрии... Ну, Эйнштейн, соответственно, раньше, Гёдель позже и приехал в Америку. И когда получил гражданство, было собеседование. Эйнштейн умолял его, как математического логика, не комментировать американскую конституцию на предмет, может ли демократия стать, исключительно пользуясь конституцией, диктатурой. И таки в пятой поправке Гёдель нашел, что есть возможность все ветви власти, которые якобы разделены, законодательную, судебную и исполнительную в Америке, таким образом изменить конституцию, что позволяет сама поправка конституции. Ну, кстати, как и теорема Ферма, кто-то сравнивает доказательства теоремы, вот-вот было, по-моему, найдено буквально 10 лет тому назад. Эндрю Уайтманом, по-моему, проверяли еще китайцев человек 10. Замечательное достижение. С Гёделем такая же история. Кто-то проверял, где они нашли, где он нашел эту лазейку, да, loophole по-английски, вот, эту лазейку, которая позволяет конституционным образом превратить демократию в диктатуру. Но мы, как говорил Черчилль, мы знаем, что демократии нет ничего хорошего, шутил Черчилль, вот, но ничего лучше не придумано. Ему, как бы, можно противопоставить Платона, да, который сам претендовал, мне кажется, и как Карл Поппер ему вменяет вину, что он сам хотел быть просвещенным монархом, он себя преподносил в первую очередь, таким образом позиционируя, да, вот, и немного занимался собственным тщеславием. Но Поппер пишет о том, что помимо институтов демократии должны быть две вещи, именно образование и культурный уровень для поддержания этих институтов. Вот то, о чем мы с вами говорим и великого Поппера, да, великий Поппер, звучит классно, вот, нельзя не вспомнить сегодня, потому что этого-то нам как раз и не хватает. У нас есть почти 30 лет болтыхания, когда, значит, институты демократии были якобы сформированы, но они не были наполнены, не было вот духа гегелевским, кстати, Гегелю тоже досталось от Поппера за фашизм, как и Марксов. Да, да, но Поппер Гегеля не понял, как мы диалектику учили не по Гегеле, а наша метафизика власти, она все-таки не по Попперу, там, позитивизм весь этот, как-то другое там, вот, в этой власти было все 27 лет. Я, я, это абсолютно, что, вот, правильно сказано, вот, Гегеля отбросим, потому что разобраться в письменах Гегеля нормальный человек не может, да, ну, может быть, там. Ну, кто разобрался там, да, да, кое-кто разобрался, ну, допустим, я, как бы, ладно, не будем сейчас о Гегеле, он там, бедный, бедный старик, бьется в истерике, да, но Шопенгауэр говорил о нем, что это был верх наглости, который коррумпировал целое поколение интеллектуалов, да, вот, поэтому я, Шопенгауэрскую точку зрения, кстати, между прочим, марксовский, вот, этот вот, манифест коммунистический пашизм, партии про призрак, который бродит по Европе, он настолько младо-гегельянский, это тем же языком написан, и Гегель был... Не будем душить наших людей, скажем лишь только, да, страшными словами, скажем лишь только одно, что помимо формальных признаков демократии, которые у нас существуют, должны быть неформальные. И люди, которые наполняли демократическую систему, я имею ввиду ту элиту, сделали все, чтобы за 30 лет не сформировался кто? Умный избиратель, даже средний избиратель. Вот, я не говорю сейчас о системе выборов, да, которая у нас там, мажоритарная система, и, допустим, система, ну, которая используется в Америке или в Австралии, да, когда выбирают выборщиков, и когда есть так называемая, по-моему, Кондорсе ее, маркиз де Кондорсе ее придумал после, еще даже до французской революции, мне кажется, я не буду тут врать, проверите там в энциклопедии. Вот, система была которой, что, допустим, если у вас есть 5 человек, то их надо парами мерить. Первый со вторым, второй с третьим и так далее. Не просто, чтобы набирал человек, да, кто больше набрал, тот победил. Например, первый номер набрал больше всех и победил. А вот если сравнивать парами, первый, второй, третий, четвертый и так далее, результат будет совсем другой. Да, и мы знаем, что есть ограничение у демократии, она абсолютно не отражает, я еще раз говорю, она абсолютно не отражает реальное состояние. Причем не отражает реальное состояние электоральных настроений, да, при выборе парламента, но там хотя бы большое количество, 450 этих обалдуев, которые нас насилуют. А с президентом ситуация как минимум 450 раз хуже. Потому что, да, там мажоритарным образом выбирается и не учитывается, отсеивается. Вспомните, Янукович сегодня говорил о фальсификации. Мы ждем фальсификацию уже как манны. Ее ждут революционеры, которые готовы, да, 46% украинцев готовы пойти на улицы. Ее ждут все наши, я бы сказал, скептики, которые скажут, ну мы же вам говорили, что фальсифицируют, да, те, кто настроен. Ее ждет, естественно, администрация президента, которая протащила, и вы знаете, Юлия Тимошенко подала сейчас какую-то там форму протеста на то, что полтора миллиона украинцев сверх того, что она ожидала, появилось. Гриценко не дали посчитать выборцев, выборщиков, извините, или избирателей, правильнее будет сказать, выборщики этого Америки. Не дали посчитать этих людей, пригласили его в ЦВК, дали ему какую-то комнату, уже там ходят шутки, что 20 тысяч лет надо для того, чтобы проверить. Да, не знаю, правда ли это, я думаю, можно просто включить телефон и быстро в видеорежиме мотать. Но, тем не менее, возникает вопрос, а почему мы все, вы Андрей, я Андрей, Сергей, Марина, Оксана, Галя, Николай и даже Борис Нахманович, у меня есть такой друг, почему мы не должны знать, сколько нас? Неплохо, потому что переписать, давно вот обещают, но как-то переписи все нет. Андрей, тут интересно, что там... Уж Герман ближе вернется, а переписи нет. Я к тому, что, конечно, демократия, сегодняшняя Америка, там вот 200 или что, там были такие джинсы, по-моему, модные, очень дорогие при СССР, когда-то еще, а сейчас-то и поболее уже, она вот разная была, при том, что Америка на своей территории, кроме гражданской войны, ну и там северо-юга, в общем-то не воевала, и все известные вещи, азбучные. Война за независимость. Семь лет строят, что-то по сокращенной программе, похожее на, сейчас, на американскую демократию или на что-то вот другое, потому что вопрос вот такой, насколько Украина, ну в лице своих, может быть, лидеров, политических президентов, была вот беременна диктатурой, было ли такое, или всегда это... Любая власть стремится к абсолютизации, вот если избираются неправильные люди, понимаете, американцам повезло, у них отцы-основатели, вот попались все нормальные люди, представьте себе, отцы-основатели, перечисляю фамилии, отцы-основатели США, первое, мистер Янукович, второе, мистер Ахметов, значит, мистер Колесников, мистер, кто там у нас еще был, Кучма, Да, 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 нет, я говорю, вот представьте, отцы-основатели, это же абсурд, потому что эти люди все, вы понимаете, они не то, чтобы там из грязи в князи или что-то в этом роде, я никого, но это просто... Ну а Рух, как народные, там всякие движения, шахтеры поставали... Да, но вы же понимаете, чем закончил Рух, он закончил в аварии и так далее и тому подобное, оно было не просто освободительным, оно было националистически освободительным, не национально, она там была большая, сильная, и националисты наши, вот, все время подчеркивали... Ну, конечно, сепаратистские настроения, это функция чего? Это функция местных ваташков, да, как мы говорим, которые хотели показать большую дулю в Киеве, по принципу, не дадите денег, будем отделяться... Это касается, ну, в большей степени это произошло на Донбассе, но то же самое, как вы понимаете, могло просто лидера не было, достаточного не было, настоящих буйных мало... Если бы на месте, допустим, Технебока оказался бы какой-нибудь там Захар, нет, как его там звали уже, покойного этого, я уже не помню... Ну, короче говоря, один из донецких ваташков, да, вот, да еще с той стороны, да, да еще с той стороны, был бы, была бы не Польша, которая занимает, ну, скажем, относительно мягкую позицию по отношению к Киеву, да, вот, а какой-то реальный, реальный враг, ну, вот, даже Орбан, например, да, Виктор Орбан, который гораздо круче с точки зрения решения венгерских, мадьярских вопросов, скажем так, да, вот, все было бы иначе, ну, и, конечно, все местные элиты, как только им позволяют играть в эти игры, они абсолютно ведут себя, извините, как свинья в дождь, поэтому Янукович в свое время пользовался этим, Шахтеров нагоняя сюда, ну, вот, заигрались мальчики, заигрался Витюшка, вот, в эти игры. А, что, получается, что он же напомнил, не напрасно о том, что была там помаранчеволюция, я вот проиграл те выборы, приписали, и поэтому я не прошел, потом, значит, время такое, как он, ну, не назвал, конечно, по-умному, но сказал, что это не я была власть, многое стало президентом. Публика просвещенная, написала Света из Одессы, спасибо, Света. Светлане, привет, да, из Подола, Свети, вред из Подола, да, что сейчас как раз как-то без Подола Киев невозможно, но это кусок Одессы вам такой. Как сейчас вообще вот для вас, ну, не знаю, угроза, призрак реванша, который бродит ли он в вашей стране? Или что вообще такое реванш, в вашем понимании, в нашем украинском демократическом обществе? Я вчера услышал слово реванш, вы понимаете, сегодняшняя власть позиционирует себя по принципу, кто против Порошенко, тот Путин, это однозначно. Вот я все время говорил, я надеюсь, каким-то образом мы добьемся того, что ножницы Порошенко, да, войдет в политологический словарь. То есть он как бы сажает на растяжку, как некоторые говорят, но я это называю именно ножницами Порошенко. И вот очень удачно, одним и тем же способом, играя на самых высоких патриотических, не всегда самые высокие чувства, как мы знаем, вот, как кто-то, я уже не помню, говорил, что это убежище. Скажи мне, где ты воруешь-то, я скажу, откуда твой патриотизм, я кто-то из англичан сказал, сейчас помню кто. Вот, и возвращаясь к теме Порошенко, вы понимаете, вот у Януковича над ним стоял какой-то черный ангел, понимаете, две революции против человека, а он жив себе в Ростове, еще советы нам дает, понимаете, вот. Но и над Порошенко стояли какие-то духи зла, помните, как у Шекспира, но духи зла, готовя нам погибель, сперва подобием правды нас манят. И вот они заманили нас подобием этой правды, а потом все пошло обычно в стиле олигархических затей, как обычно, да. И обратите внимание, ни тот, ни другой не упоминает фамилию самого большого человека в Украине, его фамилия, еще раз говорю, Ренат Ахметов. Я ничего личного, как говорят бандиты, ничего личного, но с точки зрения, так сказать, это же надо держать страну 30 лет почти, да. То есть обладает человек чем-то, и никто не занес. Смотрите, проходят эпохи, помаранчевая революция, Ющенко создает с ним фонд, да, дальше Янукович, понятно, у них был общий фонд, но потом Янукович увлекся своими сыновьями и проиграл. Ну там еще Курченко всякие были, Клиненко. Я же об этом и говорю, что со своими сыновьями, Курченко и другие эти Курчи, все остальные, это отпочковались уже. Дети Легената Шмидта, да, да, дети, да, да, не Гаврилевские Курчата, назовем их так, да, вот их... Но были Гаврилевские. Были Гаврилевские. Так вот, Гаврилевские, те, первого призыва, я имею в виду, они не теряли связи, вы понимаете, вот олигархат, он для того и существует, для того, чтобы учитывались мнения всех, поэтому они олигархи. Это, мы же в этом смысле стали похожи абсолютно на флорентийские республики. Вот только сейчас вернутся Медичи, я... Да, Медичи, дождемся на Медичи. Безусловно, да, да, вы как помните, у нас все время клановая борьба, семейная борьба, кстати, в самом прямом генетическом смысле, потому что они все перемешиваются генетически, но единственное, что меня поразило во Флоренции, Андрей, это я был однажды в Мария Ноэлла, есть такая церковь, там Джотто, там все великие, вот, и вдруг я увидел на стене, и экскурсовод мне сказал, говорит, запомните этих людей, там отцы города и их дети, все. Они большие, маленькие, от, там, 20 лет до, до трех, она говорит, ни один из этих людей не выжил, их всех, они все погибли во время революции. Ну, я имею ввиду, это все было еще... Ну, я имею ввиду, это все было еще... Они все подкупал Брунеллеска, а вы куда-то маленькую церковку, где там вот... Она не маленькая, нет, она не маленькая, но подкупал Брунеллески, пусть ходят люди там совершенно... Там места всем хватит. Давай, это будет отдельно. Но мы-то Медичи будем ждать, как какой-нибудь... Мы из Флоренции... Гудо у Ионетчика, Медичи мы не дождемся, конечно. Не опытный человек из Флоренции вынесет Брунеллески, а опытные две вещи. Мы должны вынести оттуда за ноги и за руки и поставить на видном месте Никола Макиавелли, который, да, в книжке «Государь» рассказывал, как надо править и, самое главное, управлять. Янукович, он же читать не умеет. Если бы он почитал хотя бы одну страницу, где написано, что надо подпустить сначала, а потом прикрутить, а потом поубивать, об этом он пишет. А потом про компромисс рассказывал, прямо Ленинское учение о компромиссах распроизвел в бурезном виде, правда. Это я еще раз говорю, вот сейчас прямо вернитесь к учению Макиавелли, который сам, к сожалению, пострадал, как обычно, от этих всяких республиканцев. Короче говоря, умного человека не любят нигде. Это потом на могиле ему написали, что нет таких слов, там, тра-та-та. Он там похоронен. А второе, что я вынес, это как Флоренция стала богатой. Я проходил мимо синагоги, так вот размеры синагоги чуть-чуть меньше, чем размеры купола Брунеллески. И я спросил у них, я говорю, а что, евреи? Они говорят, конечно, все евреи с деньгами приехали. Когда начались гонения в Испании в 492 году после дикта о выселении, вот откуда деньги, Андрюша. Да, евреев трогать нельзя. Нам надо трогать, да, нам надо таких евреев сюда заслать. Да, как во всех книжках пишется по экономике, да, евреи и капитализм есть. Кстати, написал Вернер, сейчас я вспомню его фамилию, Зомбер. Да, Вернер Зомберт. Да, я эту книжку тоже давно читал. И он обратил внимание, что там, где правильные евреи правильно работают, они попадают в страны, идут вперед. У нас, как вы понимаете, с точки зрения, с точки зрения, судорога была, значит, я на правильном пути. Вот, у нас с точки зрения присутствия этой древнейшей нации, да, которая везде капитализм, ситуация замечательная. Но она никак не может лечь на нашу систему византийскую, которую мы унаследовали. Вы хотели о деспотах поговорить сегодня, можем перейти к этому. Конечно, это не деспот, хоть в каком-то смысле он был деспотом финансового рынка. Вот Сорос, который рубил, Поппер, кстати, да, он же как-то влиял на политику Украины, и даже там явно кого-то он поддерживал во время революции. Кого он сейчас будет поддерживать? И поддерживает он кого-то? Я думаю, сейчас Сорос, как и все остальные, первое, я могу сказать, кого они не будут поддерживать. Они не будут поддерживать, американцы опубликовали этот доклад своей разведки. Можете проверить в интернете, где они не поддерживают прямым текстом сегодняшнее руководство страны. То есть, да, там написано о том, что сегодняшнее руководство не выполнило того-то, 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 того-то. Это вы понимаете, это же Эзопов проклятый язык, если кто-то помнит Эзопа. Когда про ужа, про змею и еще какие-то гадости, это значит, что большие неприятности ждут. Потом я еще раз говорил, неподача Трампом руки Порошенко во время встречи в Париже приравнивается к семейной беде. Понимаете, Порошенко уже так стоял, и глазами его ел, и шевелил животиком там, и так, и сяк, и выглядывал там, и заглядывал, а тот стоял в 80 сантиметрах, но руку не пожал. Ну, дипломатия, скажем, это искусство покруче Джота. Его надо уметь читать. Как вот, когда я был молодой, нас учили читать газеты, я не знаю, учили ли вас советские. То есть, не чрезвычайно, вертикальное чтение, быстрое чтение. Да, нет, нет, нас учили читать, что если справа статья размещена, то это мнение генерального секретаря, если слева, то это большинство политбюро. Вы просто молодое еще обращайтесь, я вам расскажу. Мы начали читать. Американцы на этом целую науку построили. Они брали из источников, открытых источников, например, если в политбюро, условно говоря, у редакции правды, и у членов политбюро, особенно у генсека, противоречия по тому или иному вопросу. Да, потому что язык мой враг мой. Как и сейчас, мы болтаем, а кто-то же читает. Да, 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 но я думаю, что нас не стенографируют, не будет этого текста печатать. Ошибаетесь. Утащите, Андрей, я знаю, как вас, меня стенографируют круглосуточно, я вас уверяю. Я хотел уточнить, все-таки фонды Сороса там кое-где их и закрыли. Я знаю, что в Беларуси они закрыты, и это как-то выглядит так, что вот некий такой Лукашенко, ну, там, понятно, патерналистская власть, и он там отец такой, если не основатель, то такой заботливый отец о народе, немножко придушил оппозицию, и там кое-кто недоволен, но кое-кто и доволен. Вот представьте, давайте мы с вами Соросы, мы смотрим, что происходит в Украине. Мы для начала читаем самый высокий антирейтинг. У кого? Это уже. Значит, вероятность пройти на сегодняшний момент, да, Зеленский, Тимошенко, Порошенко, и примкнувший к ним, там, третий или четвертый номер Гриценко, и, соответственно, кто-то еще, да. Вот представьте, вы Сорос, мы два бизнесмена, которым, они же не идеологическая какая-то группа. Джордж, вернее, Джордж Шарош, да, он в первую очередь человек, который извлекает прибыль. На кого надо ставить? Надо ставить на ту лошадь, которая прибежит к финишу, скорее всего. Если получится так, что, например, хромая лошадь, как наш сегодняшний президент, с трудом может доскакать, они поставят лучше на менее знакомую лошадь. Поэтому я вам скажу, из трех проходных пусть сам Сорос меня поправит. Я думаю, это будет Тимошенко и Зеленский, как это ни странно. Во втором туре, да, то есть? Ну да, если будет второй тур, если будет второй тур. Вы понимаете, парадокс... После этого уже как-то и разговор, вот, ну, а выбор? И разговор поддержать, да, но я не хотел бы возбуждать там зрителя бескрылое желание, там бросить в нас чем-нибудь тяжелым. Но чем черт не шутит? Вы видите, какой я был на программе, когда я видел, как 78% голосует за Януковича, если бы он избирался сегодня. Я упал в обморок, да, вместе, кстати, с ведущим Тиграном Мартиросяном. Оба мы там перемигивались. Я говорю, это очень... Я сказал 90%, там, больше половины 90, так он назвал, чтобы было надежнее. Способен округлять. Я возвращаюсь к нашей теме, но она не то, что сквозная, но она мерцает. Мерцает, как путеводная звезда. Конечно, прекрасное дело тексты Платона и не только его, не только Истотель. Даже есть фрагменты, дошли же там... А вы знаете, что Платона, ваш философ, вы знаете, что Платона часто называют Иудой? И Иудой Сократа. Именно, по счастью, потому что Сократ боролся против демократии, но не так, как боролся против него Платон. Платон был аристократом, он реально ненавидел всю Черну. Там внизу не только рабов, но и всех остальных. А Сократ, как вы помните, был более демократичным человеком. И так как записывал все Платон, как мы помним... Иудушка Платона. Иудушка, да, Иудушка Сократа. Это почти, как, знаете, Иуда Искариот у Андрея Леонида, да? Когда меняют за ровлями, то, что там интересно. Да, да, да. Вот Христос и Иуда. Я недавно, мне знаменитый английский писатель, человек, который 4 года сидел в тюрьме за связь с проституткой, будучи первым заместителем, будучи руководителем консервативной партии Великобритании, Джеффри Арчер подарил мне, я редактировал его книгу на английском языке, она касалась Советского Союза, и он подарил мне Евангелие от Иуды в специальном... Мы можем как-нибудь обсадить. Джеффри Арчер, Евангелие от Иуды, да, он писал его вместе с кем-то из... Богохульник? Нет, 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 богохульник, нет, 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 вот просто... Сегодня Накойчу проникновенно говорил о Боге, о том, что только с Богом нужно счеты какие-то вести, а так нужно... Ой, есть такая хорошая украинская пословица, вспомню в конце. Кинокомпромиссы. Да, да, вот как беда, так Бога вспоминает, я вспомню как будет украинскую мову, но так влучно, уже кращено бывает. Я хотел... Порошенко вспомни какую-то такую ненормативную пословицу, но не вспомнил, хотя мы догадались там про какой-то винт. Андрей, все-таки демократия, демократия рабовладельческая при Платоне и друзьям. Вы знаете, до чего же интересная вещь, да не один Витгенштейн должен заниматься бы его языком, да, ведь слово винт, да, одно слово, казалось бы, просто крутить, а какие ассоциации. И тонкие, и хитрые, и с обратной резьбой. Замечательно. В принципе, лучшая программа, на которой я была. Давайте о винтах. Сегодня я понял с Вашей слов, что для Вас очевидная вещь, некий такой раздел Украины между правящим политическим классом его называют после довольно быстрые разделы, там, где Ахметов замек, главный господствующий высотку, после того, что называется отделение Украины, выход из СССР и начало независимости, новые независимости. Конечно, демократия рабовладельческая, она, наверное, в чем-то и поинтереснее, чем демократия буржуазная, но мы имеем вот этот вот пролетариат, который там куда-то он движется, он выезжает, он зарабатывает деньги. Знаете, слово пролетариат? Мы что-то просветители? Ну, французское слово, нет? Римское, римское, римское. Римское, римское. Это что означает? Пролес. Это значит дети. У них ничего нет, кроме детей. Интересно. Но Вы же меня приглашаете не просто так, я ждал, что-то брягнет хотя бы за передачу. Но римский пролетариат, там другое, там хлебо и зрелищ, там, понятно, гладиаторы. Это, кстати, между прочим, не только римское. Я упрощаю, конечно. А как показал наш мэр Кличко, хлебо и зрелищ, я думаю, когда этот боксер, мягко выражаясь, да, человек в перчатках красных, наконец откроет для движения крещатик, и перестанут этих несчастных людей подвергать этой ужасной пытке вот этими, как говорят американцы, struggling musicians, то есть люди, которые учатся играть, они почему-то учатся играть. В выходные дни. Да, в выходные дни учатся играть у этих несчастных, да, и там и так столько полос, что там бронетехника может ходить. Зато нечестно будет, может быть. Зато хлеба и зрелищ выполняется, но и чем меньше хлеба, тем больше зрелищ. Там же совершенно вот поэтому наша власть идет замечательно по этому пути. Томас Тур был большое зрелище. Будет ли передел именно собственности после выборов этих? Это же вопрос. К этому я вел. Вы имеете ввиду послесменной власти? Да. Вы понимаете, у нас до сих пор не было революции, потому что последние не стали первыми. У нас принцип революции, кто был ни кем, тот станет всем. Я думаю, у нас все время, кто был кем-то, стал еще более кем-то. Всегда одна и та же. У нас не поворот колеса, а у нас колесо и обратно. Если представить, то один сегмент колеса вращается то в зад, извините, то вперед. Слово в зад подчеркнуть. Я думаю, что в этот раз, поэтому 2019 год, я считаю, это будет, может быть, даже роковой год в истории Украины. Если, например, мы не соберемся и не примем правильного решения, агитировать нельзя, но не агитировать еще более нельзя. И не выберем новые лица, потому что лицо с горящими глазами и Томасом в руках я уже наблюдаю пять лет, понимаете, на фоне обнищания. Они сейчас, вот эти бракоделы с банковской, они сейчас своим всем этим говнометателям рекомендуют смеяться все время. Ты говоришь, обнищание народу. Они там типа обещал не ездить на Мальдивы. Знаете, вот этот вот театр. Абсурда. У него счета в панамских банках до сих пор. А Липецкая фабрика. А у Зеленского квартира в Москве или где там у него. Вот подумаешь, купил человек сто лет тому назад, он не планировал в президента. И кстати, он им вынужден в каком-то смысле, если его изберут, будет им стать. Еще посмотрим на Зеленого. Я бы уже поменялся сразу после инаугурации и становится серым. Вы сказали, что Ахметов-то вот он при всех президентах нормально себя чувствовал. Конечно. Не он один такой. Да нет, они все себя чувствуют лучше. А что себя плохо чувствуют? Ну давайте называть. Ахметовская группа, давайте под телеканалом. Канал Украина, Ахметов, прекрасно себя чувствует. Канал 1 плюс 1 Коломойского, чудесно себя чувствует. Канал ICTV, зятя президента Пинчука, Пинчука и Гека, прекрасно себя чувствует. И все остальные прекрасно. Ни один не пострадал. Более того, они… Каналы не пострадали. Каналы не пострадали. Каналы не пострадали. Каналы в широком смысле этого слова. Каналы никто не пострадал. Понимаете? Ну Каламовский же уехал где-то. Он там прячется. Он прячется сейчас в Израиле. Да. И как я вчера сказал. Вы знаете, мы двух, мне заявил вчера один такой, мягко выражаясь, маломысленный парохобот о том, что мы двух лишили статуса олигарха, он мне сказал, Фирташа. Я говорю, извините, с Фирташем занимаются американцы. Где-то там насолил. И Коломойского. Коломойским англичанин. Да. Коломойского можно было поймать 10 раз. Но его никто не ловил. Он такой неуловимый. У него там арестовано что-то, да? Вы как бизнесмен знаете? Ну я вам как бизнесмен могу сказать. Вы думаете, у меня не было арестовано? И не будет еще тысячу раз. Бизнесмен отличается от обычного человека, что у него все лежит, извините, все яйца, совпадение условное, лежат в разных корзинках. Да. А если яиц много, а у Коломойского паспорта три, представьте, сколько у него яиц. Они запрятаны так, что Кощей Бессмертный со своей иглой там отдыхает. Понимаете? Вот. Никто ничего не найдет. Только если будут американцы реально требовать, потому что они контролируют, допустим, потоки долларовые и так далее. Они все в электронном виде. Поэтому Янукович так любил налы и повез там. Молва приписывает, что он грузовиками увозил. Это очень похоже на правду. Ну а тогда что делить? И не зайдут ли монополии, которые там хотят нашу земельку? Об этом что же все говорят, да? Вот новый президент, новая команда. Конечно зайдут. Герметизм вот этого Зеленского. Да, герметизм Зеленского. Но кто-то же должен… Да. Под словом герметичный Зеленский, да, я имел в виду то, что вот есть опять же по-английски watertight такое слово. То есть вода не проникает в систему, она герметична. Вот в его систему на сегодняшний момент, вы обратили внимание, ни один из политиков, мазанных миром нашей политики прошлых лет, не попал. Он же не берет никакого. Эти все собираются в тройки, там в какие-то стаи. Помните, там как у Пушкина там написано, за Волгой ночью, среда огней, удалых шайка собиралась. Да. Какая смесь племенных лиц, там наречий и состояний, и с хат, и с кельей, и с темниц они стеклись для стяжаний. Это же просто при нас написано, понимаете, братья-разбойники. Так вот, он ни одного разбойника к себе не допустил. Там нет никого, кто его бы компрометировал. И я думаю, что Владимир Александрович, надо называть его так уже, потому что он номер один сейчас, он человек, у которого хватит ума не замазаться. Вот. И он понимает, что его маркетинговая стратегия, да, это я другой. А я другой, еще неведомый избранник, да. Вот. И я думаю, что, что делать людям типа Юлии Владимировны, которые, как говорится, вот, я собирал, 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 и вела, вела, и вдруг на тебя какой-то Зеленский. Это очень сложно. Одно из того, что она сделала вот на последней неделе, ну, во-первых, она привлекла внимание, когда начала, наконец, бороться за первое, самое почетное место врага существующего режима. Интересно. Она же ушла из этой, из этой, да. Ей советовали, естественно, умные головы, и не очень, вот, оставаться все время в тени. Но жизнь состоит, как писал поэт, из ноготы и складок. Вот. И она в складки ушла. А ей надо было немного показать свои ноготы. Вот сейчас, когда она выпустила свои когти и острые зубки, и начала опять показывать, что, мол, я здесь. Я думаю, это был ответ на челлендж, как сейчас говорят молодые люди, Владимира Зеленского. Я, честно вам скажу, помните, было такое стихотворение о русских матюках, да, и украинских, соответственно. Слов немного, но, может, пяток. Но какие из них комбинации? Вот. Вот у нас также. Их немного. Я имею в виду кандидатов. Но, может, пяток. Но какие из них комбинации? Вы помните, Ширки всякие были, там, и так далее. Вот, там, Юля Янукович приписывалась, там, Юя, и так далее. А я на полном серьезе думал о том, что какие-то переговоры между этими двумя силами, которые явно оппозиционны сегодняшнему режиму, рано или польно должны состояться. Но, Андрей, если раньше они бы состоялись, как в анекдоте, автоматически, то сейчас главный претендент на трон, Зеленский, не заинтересован с кем-то беседовать, потому что он сразу теряет свою, извините, девственность. Или потому что ему Коломойский не велит пока? Что-что? Может, потому что ему Коломойский пока не велит? Бизнес-партнер-то, это же ни от кого не секрет. Может быть. Ждет, выжидает, чтобы потом сказать, давайте-ка будем решать с голосами. Я думаю, что понимаете, я вспоминаю Ларош Фуков, мы с вами говорили, да, вы же философ, я вас буду по этой части. Я ослабывал. Ларош Фуков всегда говорил, сильнее всех мы ненавидим своих благодетелей. Поэтому, если благодетель Зеленского, он уже попадает в серую зону, да, и Зеленский человек, с моей точки зрения, довольно резкий. Я же с ним даже как-то встречался пару раз, я не могу сказать, что вот он у меня вызвал такую абсолютную симпатию в быту. Он, конечно, прекрасный актер, у него этот чудесный, этот бархатный голос, эта подача, и так далее, ты начинаешь там леть, это большой человек. Но я увидел в нем человека большого политического таланта. Более того, я увидел это в первый раз по Шопенгауру, у меня было первое впечатление. Президент сидит, маленький такой, злобный. И главное, чтобы эта злоба распространялась на всех тех, кто, так сказать, кто ассоциируется с проклятой старой властью. Поэтому, мне кажется, что у Зеленого, как его называют в народе, вполне хватит политической воли сказать всем своим друзьям, извините, народ Украины для меня важнее. Вот, обижать сильно не буду, но вы, ребята, не зарывайтесь. Я очень на это надеюсь. Ну, я же еще маленьких злобных там человек, там набралось уже 40, кажется, да, кто-то отсеется еще. Они скорее маленькие, но они такие маленькие, что понимают. Они оттянут, какие-то оттяпают свои процентики, свои десятки процентов. Мы же говорили, вот это распорушение, понимаете, каждый носитель, вот зеленый, он носитель новизны, я его все время ассоциирую со свежим огурцом. Я вот, например, если бы зеленому надо носить с собой свежие огурцы и оставлять запах присутствия, понимаете, он такой возбуждающий, о весне, об окрошке, о том, что… Об окрошке. Да, это тема следующей передачи, да, он просто-просто огурец. Вот, я помню, я очень смеялся, когда в женском журнале прочитал, что женщине за 40 в доме надо обязательно иметь огурец. Ну, воображение мое, как бы, рисовала страшные картины, оказалось, чтобы нарезать… Это вы знали, а я-то, а я же, как испорченный нарзаном, я-то совсем о другом. Так вот, о нашем огурце. Значит, зеленый огурец, вот, который, вы понимаете, что он же не просто берет молодых людей, он берет тех, кто молод сердцем. Например, позвонил мне художник Владимир Тимофеевич Шпанько, вот, 70, он молодой, 78 лет, и сказал, слушай, я тут подумал, и так, он как-то очень убедительно, мы поговорили с женой, она тоже не девочка, правда, гораздо моложе, но тем не менее. И вот, и они там говорят со своими друзьями… Пойду плакат рисовать, да? Да, пошел, видимо, рисовать огурец. Вокторос-то пошел. Огурец в разрезе. Вот какие кости полетят из огурца, я не знаю. Но это страшное дело, и протестное голосование, которое так характерно для нас было всегда, в этот раз может быть квинтэссенцией вообще. Зеленой – квинтэссенция протеста. Вот, выражаясь языком плаката, понимаете? Здорово же, да? Да, у них там… Образно очень, да. Есть тут, может быть, такие не образы, но какие-то вопросы остаются вот вокруг да около этой компании, ну, вот уже и старт, и все. Это, конечно, силовой блок и вот то, что называется «Народный фронт». Вы посмотрите, что он делает? Вот, например, если мы возьмем компанию Юлии Владимировны, да, которая с ним, ну, на одном поле работает. Она традиционно, но и она, за исключением косы, в принципе, делает то, что она делала. То есть, она подогревает свою часть публики, она как бы своим выстраданным, реально, я не шучу, два раза человека, извините, поколбасили, пока эти жлобы, ее однопартийцы тут миллионы себе зарабатывали, да, все-таки я, Андрей, вам напомню, что я же, как говорят французы, лучшие мужчины немного женственные. И у меня было видение абсолютно женское, я поперся к Шустеру, когда ее посадили в тюрьму, сделал на 43 секунды заявление, оно называлось «Братья и сестры, Украина женского рода, трогать в ней женщину – это повлечь за собой», и дальше я, значит, уже таким дантовским слогом там описывал, да, 9 кругов, которые мы пройдем, как в воду смотрел, понимаете? И Янукович сегодня об этом не говорил, ибо темен, ибо из шахт, понимаете? Он пришел сюда, этот темный человек, он не понимает, что есть силы физические, есть метафизические. Так вот, женская метафизика Украины, страны, которую в основном населяют женщины, которая без всякого сомнения по признанию наших мужчин, если они не лукавят, является ее лучшей частью, а иностранцы так вообще. Понимаете? Это наша первооснова. И вдруг берут женщину, закатывают, ее могут многие не любить там и так далее и тому подобное. Но он был первый, кто тронул бывшего оппонента. Пожал, посеял ветер. Посеял Юлю – пожмешь бурю. Украинские преслюбия. Да. Вот так. Поэтому вот я думаю, что мне больше всего, Андрей, будет интересно, какие комбинации будут. Вот, например, Гриценко, с кем он будет вести? Да, он достаточно, мы уже поняли, что он достаточно несексуально активный политик, скажем так. Я когда-то написал статью «Секс в эпоху Порошенко», почитайте, очень веселая. Это, на самом деле, никакая не шутка, потому что он окружил себя секс-кумами. Например, его, вот эта Порошенковская, наверняка, подруга детства, Гонтарева – это секс-кума, допустим, руководит нашим парламентом, вот эта девушка, которая там выступала, которую Власенко назвал подстилкой. Да. И, вы знаете, дело не в том, что сказал Власенко. Дело в том, как она отреагировала. Понимаете? Она должна была дать ему пощечину и устроить скандал. Вместо этого Власенко каким-то образом уладил за три секунды этот конфликт. И у меня сложилось впечатление, что если бы обычной женщине назвали бы подстилкой где-нибудь, я представляю какую-нибудь тетю Галю, назови ее подстилкой в каком-нибудь магазине, даже помордите как даст. Договороспособная. Да-да-да-да. Компромисоспособная. Есть же еще у нас, кроме вот этих четырех замечательных, их окрестили сегодня даже пять, они такое, конечно, растопыренная пятерня, это не сжатый пока кулак, чтобы было видно, что они уже и пробивают этот удар. Но сегодня вот этот тезис даже звучал в уставах журналистов, конечно, это немецкая журналистка, дал вопрос Януковичу, чтобы так закольцевать, да? И ей дали там буквально, ну в Москве все коротенько, там даже не дали с места уточнить. Он так в сторону ответил, но она сказала, если так много кандидатов, не признак ли это еще больше демократии? Вот за эти все годы это максимальное количество кандидатов. Это наоборот, это признак отсылсия демократии, вы понимаете? Это потому что выборы проходят в два тура, понимаете? То есть вся эта группа людей, люди будут, наши люди, обычные, как мы с вами, и большинство еще менее просвещенные, чем большинство, о котором мы подумали. Нет, мы с вами нейтральны в данном случае. Они будут исходить из того, что если они напишут фамилию как один пока малопросвещенный журналист Гордон, он всюду со своим смешком. И вот это вот, из мешка смешко, смешки в сторону, и мне уже надоело каламбурить на эту тему. Вот, у смешков будет 0,0,0,0,0 понятно процентов. Но, какие-то люди, кто-то на смешко, кто-то на богословскую, кто-то на богомолец, кто-то на наших богоизбранных, остальных там 40 человек, понимаете? И, таким образом, они выедают что? Они выедают ту часть голосов, которая была бы, скорее всего, в протестном поле. Это без демократии или нет? Нет, потому что дальше идет математическая формула. Протестное поле, оно большое, а устроено так, что оно уменьшается из-за того, что люди, и получается, что маленькое поле власти уже конкурентоспособно с уменьшенным полем людей, которые голосуют против этой власти. Поэтому распорожение для нас, людей, скажем так, бывалых, это, конечно, антидемократично. Это антидемократично, как это ни парадоксально, да? Да, парадоксально. Это когда, как Козьма Прутков говорил, если на клетке, там, с кем там, не помню, с тигром написано «Лев», что надо делать? Не верь глазам своим. Вот, не верь глазам своим, вот эту мудрость надо понимать. И второе, если власть не препятствует такому количеству кандидатов, вчера их было 34, думать не надо. Власть заинтересована, чтобы их было как можно больше. Значит, они и выгодны. Все. Все. Это должно быть как антенна. Все, против чего не выступает власть, все выгодно. Вот против Томаса не выступает власть, это и выгодно. Против церкви не выступает власть, это и выгодно. Я в данном случае за Томасой, а за автокефалию. Просто это совпадает. Ну, кстати, допустим, Тимошенко тоже стояла в церкви, и явно она поддерживает, потому что она понимает, что большинство людей поддерживает. Ну, подумаешь, бывает, намерения не очень хороших людей совпадают с намерениями хороших людей. Такое тоже случается. Я думаю просто, что вот это распорушение, оно войдет в историю. И точно так, как вы понимаете, ведь методом Кондарсея, которого Маркиза бедного, вот, у которого и дом отобрали в Париже, я помню. Вот, его метод заключается в том, что конкуренция начинается между кандидатами уже на каком-то уровне, и далее методом отбора лучшего из пар. Раз-два пара, раз-два пара, раз-два пара. Вот, как в кубковых матчах по футболу, понимаете? Кондарсея, условно говоря, выиграла команда Икс, Игрик, дальше она проходит та-там-пам-пам-пам, и всех победил. А вот… Олимпийская система же, да? Так называется? Ну, бог с ним. Назовем ее… Кондарсея, этого сложнее, этого надо почитать. Да, да, но о Кондарсея, да, все, пожалуйста, почитайте, там очень простая, там пример из трех систем, да, допустим, при мажоритарной системе побеждает первый номер, вот, а при системе Кондарсея, вот, побеждает, условно говоря, номер, который более близок к чаяниям народа. И вот математиков надо всегда привлекать. Я думаю, что у Петра Алексеевича Порошенко, помимо всех, там, советников, которые ему говорят, куда ходить, там, что пить, что есть, как плакать, где матюкаться, вот, как писал поэт, да, где смеяться… Кстати, он удивительно, вообще не обладает никаким чувством юмора. Войдет в историю. Смеется, смеется. Да, да, смеется, как карабас. Я себя чувствую в это время дюймовочкой, да, точнее, трех дюймовочкой. Последняя тема у нас осталась уже немного времени, но, когда мы говорим о каких-то глубинных течениях, которые мешают нам это очевидное и повседневное рассмотреть, и усмотреть. Наверное, вот вы-то все-таки должны туда заглядывать, в эту бездну, да, где там хаос шевелится. Ладно бы хаос, но по каким-то законам особенным движется капитал. То есть какие-то не только цифры, но и с нулями, но и реальные потоки. Там они, конечно, там фиктивные, а бывают и, конечно, там золотые какие-то. О чем идет речь? Да, вот сегодня, когда говорят о влиянии западного капитала, там, монополий западных, ну, так, в широком смысле, может быть, даже китайских, ну, российских, конечно, на наши выборы подразумевают какие-то связи существующие, ну, нерушимые. Братские народы были частные, нерушимые связи, конечно, тех самых капиталистов. Больший братский народ. Давно они там уже объединились, а пролетарии все как-то рассеянны по миру, да, распорошены. И в этом смысле интересно, вот как вы видите, сегодня Янукович упрекнул, опять же, на штаб журналисты, Зуняна, что, так сказать, вы тут озвучиваете тезисы Путина, президента средней страны большой. Но, когда мы неоднократно эту мифологему здесь в студии даже раскручиваем, что якобы сегодня Порошенко самый удобный для Путина президент и кандидат тоже, вот президент в Украине, да, то возникает такой парадокс, опять же, дружица, когда, значит, Янукович из Москвы при конференции по 112 рассказывает, что я тут не при делах, и совпадения все случайны, как говорили, про хороших людей и плохих, да, но тем не менее он же доносит какие-то идеи, которые, если бы ему не сказали, что там, давай-ка, Виктор Ильич, шестой раз, пора тебе сказать это слово молвить для народа Украины, то это бы не было. Вот что здесь, как тут в этом разобраться, насколько влияет бизнес на это? Во-первых, давайте начнем с первого. Вот существующая, как вы сказали, мифологема, вы же начали с хаоса, а я за космос. Это же пара, из которой, опять же, Кандерсебу сказал бы сейчас молодец, потому что, да, космос – это порядок, хаос, соответственно, беспорядок. Отсюда, кстати, косметика, женщины приводят себя в порядок. Так вот, возвращаясь к космосу, к порядку, который существует сейчас в политике, кто-то запускает, во-первых, работает мельница слухов. Я вас уверяю, что это кто-то запускает слухи о том, что Порошенко является чуть не партнером Путина по каким-то этим. Я могу сказать, что мои органы чувств шестого еще нет, но все остальные – осязание, слух, зрение, обоняние и немного обаяние – говорят об обратном. Я не думаю, что Путин заинтересован в Порошенко. И в этом сила Порошенко. Если бы это было так, мы бы узрели между ними эту связь, которую, ну, понятное дело, политические силы хотят Порошенко потопить, потому что пугало Путина – это такой участник выборов, что мне кажется… Я вообще не знаю, почему еще нет какого-то… Знаете, в Англии сжигают Гая Фокса, а у нас должны вот эти чучела Путина, да, где-то, потому что им так удобно и пользуются все подряд. Я не верю в то, что существует, что Путин выгоден Порошенко. Геополитически Порошенко ведет страну и поведет ее в другую сторону. Вот, без всякого сомнения. Путин не только политик, он еще и геополитик. Он абсолютный империалист, вот, как и Трамп, как и наши дорогие английские друзья до совсем недавнего времени, потому что все большие стремились быть империалистами. Вот, и мне кажется, что его империалистический дух с непокорной какой-то там главою кудрявой, почти пушкинской, нашего президента не очень согласен. Я думаю, что… Вы правильно сказали, это миф. Я думаю, что они действительно переругались. И поэтому Януковича он выпускает? Да, да. Он выпускает Януковича. Вы понимаете, Янукович, он же был… Кличка Бугор, да, он за охотки своей был бугром. Там он мужик, бугор, там у них кто там еще, там фраер. Не знаю, он был бугром. Да, дальше не буду. Но мы должны понимать, что Януковичу надо дать новую кличку Феникс. Потому что он из пепла восстает. Вы понимаете, в чем прикол? Я не удивлюсь, если в новый образованный Донбасс рано или поздно заедет этот Янукович. И тогда мы приедем на эту программу, и вы мне скажете, Андрей Иванович, что вы пьете или что вы курите? Вот, но я вам могу сказать, я угадывал кризисы. Я спорил, кстати, и сейчас спорю, на 100 тысяч долларов, как минимум, с богатыми, на кандидата, потому что я знаю, что я говорю. Вот, и скорее всего, если просто Янукович уже старый. Вот, и, ну, понимаете, он же не глупый, но он шизофреник. У него видение там, у него реально, у него шизофрения. В страхе соответствующие, да, ему, наверное, там какие-то кошки там ядовитые бросаются. Формула-1, о которых он бредил и так далее. Но над ним, вот, опять же, силы зла. И вы понимаете, мы же с вами, хоть мы и материалисты, но о метафизике мы слышали. Все, что идет за физикой, вот, вот, метафизически, ну, как может быть, ну, вот, кто его могучей властью из ничтожества воззвал? Как сказал бы Александр Сергеевич, вот, как говорится, наполнил страстью и его дух сомнения взволновал. Ну, ну, кто, ну, представьте, какой-то гараж, какой-то судьи, потом, вы представьте его судьбу вообще, да? Когда мы говорим о Януковиче, гараж, шапки, тюрьма, тюрьма, значит, гараж, гараж, потом губернатор, потом президент после революции. Если вы мне скажите, те, кто еще не верит в силу зла, они есть или нет? Есть. Я верю, верую, что гадость существует. Но существует и сила света, благодаря Андрею и, может быть, немножко вашему покорному условию, который с ней борется. Спасибо, Андрей Иванович. Интересно. Продолжим. Самое главное, как-то вопросы остались без продолжения, но они есть у нас, поэтому добро пожаловать. Мы уже здесь не решаем вопросы. Все те, кто сидят, не глупее нас. Они могут быть солидарны с нами или не солидарны с нами. А вопросы, дорогие друзья, решайте сами. Спасибо. Решайте сами, иметь или не иметь. А вот что иметь, вы точно решайте сами. Мы продолжаем расследствовать и прощаемся с Андреем Пачевским ненадолго. Спасибо, Андрей. Очень приятно, как обычно. Спасибо.